Привет, друзья! С вами Владимир Шемец. Сейчас на часах 12 часов 20 минут ночи. И в этом видео я покажу кое-что, как в эконом-вариантах поливают газоны. Это очень серьезный момент, и это касается всех бюджетных отелей Египта. Эконом-вариантов. Поэтому обязательно посмотрите это видео, чтобы вам было все понятно, чем отличаются экономы от нормальных отелей. В общем, подписывайтесь на канал и погнали! Смотрите, сейчас темно. Надеюсь, вам видно. Ребята, это значит вода. Ну, относительно вода, потому что это очищенная, относительно очищенная водичка из канализации. Сейчас, вот, ночью происходит полив. И именно ночью, как бы, поливают газоны, ну, всю растительность, которая есть при отелях, чтобы, ну, днем водичка не испарялась, как бы, а ночью она упитывалась. Ну, и, собственно говоря, как бы, эти все красивые газоны, пальмы, деревья, все росло. Так вот, друзья, поливают это все из канализации. То есть, водичку очищают и поливают вот эти все красивые газоны, которые там вы видите, которые зеленые, на которых вы валяетесь там, фотографируетесь. И это касается эконом-вариантов. Значит, почему эконом-вариантов? Смотрите, отель Mirage Bay Aquapark 4 звезды. Это очень экономный вариант. У него есть масса плюсов, есть много минусов. То есть, ну, если все взять в совокупности, то это все, как бы, ну, выигрывает. Как бы, этот отель выигрывает, и в него можно ехать отдыхать. Просто вы должны понимать, что если вы рассматриваете отели в бюджете, допустим, Mirage Bay Aquapark, неважно, там, как бы, в какой период времени вы это рассматриваете, плюс-минус пропорционально цена, она будет, как бы, плавать. То есть, допустим, вы можете поехать, например, вдвоем в этот отель, там, за 500 долларов, там, в один период времени. А в один период времени вы можете поехать за 1000 долларов в этот отель. То пропорционально она меняется абсолютно на все варианты. Я, конечно, сейчас стараюсь говорить тихо, потому что, ну, люди сейчас спят, но вы должны это все понимать, что вы получаете, когда вы едете в эконом-вариант. И неважно, какой отель будет. То есть, если у вас будет определенный бюджет, минимальный, то, естественно, как бы, все эти отели будут поступать именно так. Так вот, в чем суть. Что полив производится очищенной канализацией. Хоть ее и очищают, но запах, он есть, он реально такой, как бы, очень сильно чувствуется. Да, днем вы это все не слышите, потому что днем есть легенький-легенький вытерок. Это все выветривается. Но если вы выйдете ночью на территорию отеля, чаще всего вы встретите вот этот вот момент полива газона. И этот вот момент, друзья, как раз вот я вам и показываю. Смотрите, какая вот лужа, все затоплено водой из канализации. А вы тут потом ходите. Вы тут там, ну, именно на этом газоне, да, конечно, никто не валяется. Тут он не самый эстетический для фотографий. Но есть газоны такие зелененькие, зелененькие, красивенькие, красивенькие. И вот эти все газончики как раз политы этой водичкой из канализации. Той канализации, ну, после того, как туристы моются, там в душ принимают, ходят в туалет. Это все очищается и производится полив всей зеленой территории. Что касается отелей высокого уровня. Друзья, ну, вот я реально был в отелях высокого уровня. Не во всех отелях, как бы, такое присутствует. То есть, имеется в виду, что поливают канализации. Ну, допустим, давайте, как бы, какой это уровень? Ну, риксосы, однозначно. То есть, то, что я был, то есть, я такого не слышал. Еще где в джазах я был в некоторых, тоже я такого не слышал. Ну, запаха во время полива. То есть, там стараются очищать. Либо очищать, либо использовать нормальную водичку для полива. Ну, естественно, ребят, когда вы платите такие деньги, как стоимость там джазов, там стоимость риксосов, то вы бы хотели получать нормальный сервис. А сервис, это очень много элементов, составляющих сервиса, друзья. В том числе и озеленение, красота и эстетический вид. Но его, когда поддерживают, можно поддерживать разными путями. Вот, допустим, в этом отеле поддерживают, как бы, красоту поливом, водичкой из канализации, очищенной. Но она все равно воняет, вот она реально воняет. И вот сейчас это все подошло к номеру. То есть, видите, как бы, оно все, такая вот лужа. И, ну, я вышел покурить, вон, посидеть на этом, как его, на качельке мягенькой. Но недолго я тут сидел. Когда включился этот полив, оно так вот быстренько так подходит, подходит. И запах просто сейчас стоит, как бы, такой, ну, канализации. Ребят, ну, подойдите где-то, понюхайте канализацию, как пахнет. Вот, а то представьте, что вот вы, постоянно у вас этот запах. В номер этот запах, вот именно на номер, на первом этаже, он не попадает. Вот, смотрите, вот это лужа. Вот она лужа. А вот наш номер, 714. То есть, в номере этого запаха нет. Но, вот, если вы выходите из номера, то тут просто нереальный запах именно канализации. Так, я тут, наверное, не буду идти, я сейчас это все обойду. Потому что я понимаю, что если я сейчас пойду, то я где-то утону в этой канализации. Не хочу употреблять то такое слово, грубое. Но, вот, смотрите, вот шланга. И все это, это вот льется на газончик. Давайте обойдем, сейчас покажу вам, что вам было понятно. Ну, в принципе, я сейчас хожу тоже по той части этого типа газона, который полит из канализации. Что, ребят, вы должны понимать? Это, как бы, зависит от бюджета. То есть, вы можете там читать отзывы, что тут плохо, что тут воняет. Кто-то это напишет, кто-то не напишет. Почему я вам это показываю? Для того, чтобы просто вам было понятно, как бы, что если вы где-то читаете в отзывах, то теоретически это, скорее всего, правда. Вот о том, что здесь воняет и что здесь все так происходит. Но в какой форме там написано и как вы это читаете, как бы, это, ну, скорее всего, будет в неправильной форме. То есть, ночью, если вы спите, это вообще ничего не мешает. Вот. И, ну, как бы, это нормально. Это во всех отелях такая ситуация. В эконом-вариантах во всех отелях такая ситуация. И вы просто это должны принимать и спать спокойно, как бы. Вы ничего не поделаете, если у вас нет денег больше на отели выше уровня. То есть, это не проблема отеля. То есть, опять-таки, это проблема вашего бюджета. То есть, это нормальная ситуация, это нормальная практика в Египте, в которой отсутствует вода. Воды нет. Воду пресную делают опреснение мангровыми рощами. И, как бы, вот эта вот вода, она, как бы, техническая в кране течет. Ее тоже пить нельзя. Вот. То есть, вы чистите зубки там и все прочее. Вы должны все это делать бутылированной водичкой. И ни в коем случае не употреблять водичку из-под крана. Вот. Потому что она не предназначена для питья. И, в том числе, для того, чтобы она хоть каким-то образом попадала вам вовнутрь организма. То есть, даже когда вы чистите зубки. И, в принципе, ребят, я думаю, мы с вами разобрались с этим вопросом. И с этим нюансом, который касается зеленых газонов и их полива. И то, что вы встречаете в интернете, в отзывах о том, что тут где-то воняет в отеле. Воняет исключительно ночью. То есть, днем ничего вообще это не воняет. Оно все упитывается. И просто, я же говорю, как бы вы должны понимать, что не надо валяться на газонах. Не надо на них валяться. Вот вы фотографируетесь. Это нормально. Как бы фотографируетесь. Ну, стойте. Не валяйтесь на газонах. Потому что, вот смотрите, чем их поливают. Их поливают именно очищенной канализацией. Вы, конечно, сейчас не ощущаете этот запах. Как бы вот. Но если бы вы были на моем месте, то вы бы, ну, как бы все это поняли. И я думаю, больше никогда не фотографировались лежа на этих красивых зеленых газонах. И, ребят, как выйти из этой ситуации? Как избежать? То есть, то, что я вам говорил. Меняйте бюджет. Либо меняйте бюджет, если вам это не нравится. То есть, если вы возьмете отель там на 50 долларов выше, на 70 долларов выше, это не вариант. Если вы возьмете отель как минимум там на 500, 700, 800 долларов выше, вот к тому бюджету, вот тогда это вариант. Вариант, чтобы у вас не воняло ночью на территории во время полива газона. А все остальные, вот, либо вы воспринимаете это, как бы, ну, с пониманием, что, увы, это Египет и тут никуда не денешься. У них другого способа просто нету полива. Вот, это дорого. Тем более для того бюджета, которым идут эконом-варианты. Это очень дорого. Соответственно, как бы, они выкручиваются таким образом поливом из канализации. Так что, друзья, что вам нужно усвоить из этого видео, это три важных момента. Первое. Ни в коем случае из крана не пьем водичку. Второй момент. То, что это происходит, это действительно правда. И это происходит во всех эконом-вариантах. То есть, чем дешевле отель, тем чаще, конечно, вы такое встретите. Вот, и третий момент. Чтобы это избежать, вам нужно только повышать бюджет на ваш отдых. Потому что во всех эконом-вариантах вот такое вот будет происходить. И ничего вы с этим не поделаете. Хоть читайте вы отзывы, хоть не читайте. Неважно, на какой отель. Если отель вот находится в бюджете, допустим, Mirage Bay Aquapark, то есть, вы смотрите цену на этот вариант. И вы смотрите другие варианты. То есть, разницы нет. Это происходит во всех бюджетных отелях. Соответственно, ребят, еще один момент, который вы можете усвоить, это просто принять и не возмущаться. То есть, потому что тут так устроено. И с этим вы ничего не поделаете. В общем, друзья, если есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Либо пишите ваши отзывы, в каких отелях вы отдыхали и в каких отелях вы такое встречали. Либо в каких отелях вы такое не встречали. Ну и подписывайтесь на канал. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.